Сегодня начал работу 19-й международный экономический форум. Несмотря на сложные отношения между Россией и Западом из-за введенных санкций, в северную столицу приехало больше представителей бизнеса и СМИ, чем в прошлом году. Среди участников руководители фирмы и корпораций из промышленно развитых стран мира, США, Франции, Японии, Германии. Ряд государств представлены премьер-министрами. По традиции в работе форума принимает участие Владимир Путин. О том, что сегодня обсуждалось на площадках встречи, в репортаже Екатерины Воскребенцевой. Указатели на русском, английском, китайском. Новые экономические реалии. На форуме в Санкт-Петербурге видны даже в деталях, пока западные предприниматели борются с политическим давлением бизнес из стремительно развивающегося. Тихоокеанского региона спешит упрочить позиции в России. Но отдавать их так просто западные компании явно не намерены. Недостаток инвесторов из Европы и США на прошлогоднем форуме с лихвой компенсировал нынешний даже Вашингтон. В 2014-м настоятельно рекомендовавший бизнесменам не ехать. В Санкт-Петербург на этот раз, похоже, смирился. Бизнес все равно найдет пути обойти запреты, раз выгода перевешивает. Я думаю, что уже нам все равно. Нам все равно, что они хотят, мы делаем, что мы можем и что мы хотим. То имею в виду, мы здесь инвесторы, инвестиции, 170 миллиардов евро в России, и мы будем продолжать руководить своих предприятий здесь в России. Те, которые уже здесь работают и инвестировали за последние, скажем, 15, 20 или 10 лет, они, конечно, остаются мне в основном никаких компаний, знакомых, которые обсуждают уход от российского рынка. Привлечение иностранных инвесторов – одна из ключевых тем форума, но не меньше внимания бизнесу отечественному. Насущные вопросы руководители промышленных предприятий сегодня обсуждали с президентом. В числе просьб зафиксировать выгодный для российского производителя курс доллара. Это все рыночная сфера. Здесь нельзя переборщить, потому что чертмерное ослабление национальной валюты имеет и свои негативные составляющие, и мы с вами об этом знаем. Но для реального производства курсовая разница мощнее действует и эффективнее работает, чем меры бюджетной поддержки. Стабильная внутриполитическая и социальная ситуация. Сейчас главная забота государства – инфляцию. Говорит президент, нужно держать в допустимых рамках. Но полить все резервы, отходя от рыночной экономики, неразумно. Я уже слышал, причем от людей достаточно с либеральными взглядами, необходимости воссоздать госплан. Но, разумеется, в современных условиях создать вот эту старую модель, еще советскую, невозможно. Но элементы планирования, прежде всего, развития инфраструктуры, если говорить о том, что должно сделать государство, элементы стратегии, связанные с каким-то льготированием по территориям, вот это вот все, конечно, мы должны обсуждать. За и против. Нынешние антикризисные стратегии взвешивали сегодня на разных дискуссионных площадках. Россия считает бывший министр финансов Алексей Кудрин в самом центре экономического шторма. Хотя и оказался он далеко не таким суровым, как прогнозировали экономисты. Но нужно ли сейчас начинать преобразование, или стоит дождаться затишья? Мы куда идем? Мы создаем какую-то особую новую модель экономики? Или мы работаем, идем, признавая общие экономические стандарты в мире, как сейчас это все больше и больше делает, например, Китай? Нам нужно выйти из рецессии, нам нужно стабильно развиваться, но нам нужны амбициозные планы развития. Если этих амбициозных планов развития не будет, для нас это очень высокий риск. Мы работаем, понимаете, мы не болтаем и не сидим сложа руки. Мы работаем вместе с Государственной Думой, с региональными властями. Амбициозные планы – это и реформа госуправления. С этим жутил со сцены приехавший в северную столицу Тони Блэр у многих стран сейчас проблемы. Любую проблему, которую в данный момент решает власть, наверняка в то же время решает кто-то еще. Правительствам следует учиться на передовом опыте друг друга. Таким образом можно понять, что такое креатив. Это сейчас мало кому удается. Правительство уже готовит свои предложения. Как и поправки в антикризисную стратегию, негативные прогнозы не оправдались. Финансовая система уже адаптировалась к новым реалиям. Рубль, говорят эксперты, проверку кризисом выдержал. И продление режима санкций кардинально на экономике не скажется. Уже произошла какая-то адаптация к санкционному режиму. К сегодняшнему сказать, что это приятное существование, никто об этом не может сказать. Это и морально неприятно, и материально неприятно и ненужно. Но очевидно, что и в этих условиях можно существовать, и можно развиваться даже. Успех форума традиционно меряют количеством заключенных контрактов. И его первый день уже показал. Изолировать Россию не получилось. Газпром и европейские компании договорились о расширении газопровода «Северный поток», «Роснефть», об экспорте в Венесуэлу, о РЖД, немецкий концерн «Зименс», о снижении ставок на техобслуживание поездов «Ласточка». А это значительная выгода. Всего в рамках форума только по предварительным подсчетам будет заключено 70 соглашений на миллиарды долларов. Екатерина Воскребенцева, Анна Морозова, Максим Панкин и Станислав Козловский. ТВ-центр. Санкт-Петербург. В рамках Петербургского форума Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Во время беседы с преемником наследного принца Саудовской Аравии, министром обороны Мохаммедом бен Сальманом, президент обсудил перспективы развития двусторонних отношений между Москвой и Р-Риадом. Реализация совместных проектов стала темой встречи главы российского государства с премьер-министром Монголии Чимедом Сайхан Билегом. Во время переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Джан Гаули, Владимир Путин отметил, что российско-китайское сотрудничество успешно развивается. Президент подтвердил, что он оверен в начале сентября посетить с визитом Пекин, а также напомнил, что у него должна состояться вскоре встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. В начале нашей беседы хотел бы еще раз подчеркнуть и отметить, что российско-китайское стратегическое партнерство активно развивается по всем направлениям. В мае мы принимали в Москве с визитом нашего большого друга, господина Си Цзиньпиня, председателя КНР. Знаю, что у него недавно 15-й день был день рождения, передайте ему самые на лучшие поздравления. У нас отношения находятся и в сфере экономики на подъеме. В значительной степени это происходит благодаря усилиям правительства Российской Федерации и Госсовета КНР. Так что мы вам за это очень благодарны. Все наши китайские партнеры работают очень активно на российском направлении, заинтересованы, мы это видим и высоко ценим. Случайно или нет, но в преддверии Петербургского экономического форума Бельгия арестовала российское имущество по иску бывших акционеров ЮКОСа. Сегодня ее примеру последовала и Франция. Посол Австрии в России Эмиль Брикс также заявил, что в его стране арестованы российские государственные активы. Участники Петербургского форума не могли не прокомментировать эти события. Дмитрий Гусев продолжит. Вот так глава РЖД Владимир Якунин прокомментировал решение бельгийских властей арестовать российское имущество на территории их страны. 47 компаний получили судебные уведомления, согласно которым в течение двух недель они должны предоставить информацию о размерах этого имущества. Судебные приставы пришли, в частности, в Российский центр науки и культуры. Помимо этого, в черный список почему-то попала фирма Евроконтроль, регулирующая работу авиадиспетчеров в ЕС. Сообщается, что визиты приставов связаны с иском бывших акционеров компании ЮКОС. Сегодня замороженными остаются счета, как ни странно, ваших собратьев. В основном это государственное информационное агентство. Сумма составляет, по-моему, даже меньше 100 тысяч евро. Поэтому эта сумма незначительная. Это решение суда, оно, наверное, политически мотивировано. Оно абсолютно, конечно, сумасшедшее по своей, конечно, неправоте и, на мой взгляд, юридической неграмотности. Летом прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение о возмещении акционерам ЮКОСа почти 2 миллиардов долларов. А Третьейский суд в Гааге обязал Россию выплатить без малого 50 миллиардов. Предполагается, что нынешнее постановление об аресте имущества это мера по обеспечению решения суда. Безусловно, нам еще нужно уточнить ряд деталей, чтобы составить полную картину. Безусловно, мы самым тщательным и внимательным образом выясняем все обстоятельства этого иска. В России заявили, что к делу подключились адвокаты и юристы. Конечно, будут оспаривать действия бельгийских властей. Решительный протест высказали в Министерстве иностранных дел России. Российская сторона будет вынуждена рассмотреть вопрос о принятии адекватных ответных мер в отношении находящегося в Российской Федерации имущества Королевства Бельгия, в том числе имущества посольства Бельгии в Москве, а также его юридических лиц. Вместе с Бельгией российское госимущество арестовывает Франция. Здесь, по мнению экспертов, причина действия властей вполне прозаична. Франция получила от России деньги, построила мистрали, но американцы запретили французам продавать эти мистрали. Французам нужно будет платить России очень большую неустойку, штраф. Чтобы не платить этот штраф, французская правительство организовала атаку на российские активы. Таких историй полно в криминальном мире. Когда кто-то взял деньги в долг, надо отдавать, чтобы не отдавать деньги, он организует заказное убийство. Это то, чем занимаются французы. Стоит отметить, что ряд аналитиков считают шаги бельгийских и французских властей продолжением санкционной войны против России. Потому что экономические санкции, введенные хоть от нашей страны, результатов не принесли. Об этом сейчас все чаще говорят в самой Европе. Эти меры – это удар по нервам, потому что правомерность таких решений очень сомнительна. И, безусловно, я уверена, что российские власти будут бороться за справедливое решение. Я не думаю, что эта мера будет способствовать ни улучшению отношений с Россией, ни разрешению украинского конфликта, из-за которого все и происходит. Напомним, что нефтедобывающая компания «Юкус» прекратила свое существование в 2007 году по причине банкротства. Не смогла платить налоговые претензии. С этим были не согласны акционеры компании, которые теперь добиваются компенсации, обращаются в суды европейских стран. Стоит отметить, что в Совете Европы решение об аресте российского имущества в Бельгии и Франции почему-то отказываются связывать с делом «Юкуса». Другую причину не называют. Хотя вот, извещение, подписанное бельгийскими судебными приставами, где точно указано арест имущества, происходит именно по иску бывших акционеров нефтедобывающей компании. Дмитрий Гусев, Анна Морозова, Андрей Баранов и Анна Пешехонова. ТВ-центр. Многие наблюдатели арест российского имущества за рубежом называют политическим, а не юридическим решением. Об этом и о первых итогах Петербургского экономического форума мой коллега Алексей Фролов поговорит с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягином в программе «25-й час». Она выйдет в эфир традиционно в полночь. В центре Москвы завершился капитальный ремонт Октябрьского тоннеля. Сегодня результат работы оценил Сергей Собянин. Строителям удалось полностью восстановить изношенные конструкции и повысить безопасность движения. Реконструкция прошла и на Калужской площади, которая находится прямо над тоннелем. Репортаж Матвей Шестакова. Он по-прежнему смотрит вперед с высоты постамента. Неизменным после реконструкции Калужской площади остался разве что памятник Владимиру Ленину. В остальном сплошные перемены. Расколовшуюся от времени и нагрузок плитку заменили новой. Теперь здесь идеально ровное покрытие и гранитные парапеты. Аккуратные газоны, цветники и клумбы. Отдохнуть от городской суеты можно на лавочках. От спастись от летнего зноя помогут фонтаны и деревья, создающие уютную тень. Симпатично, приятно посмотреть на фонтан. Все аккуратно, самое главное, что чисто. Вот это очень радует. Четыре велопарковки, часы и информационные стенды – тот же указатели основных туристических маршрутов. Новый облик площади сегодня оценил и мэр столицы. Понравилась реконструкция? Вы были для нее? Да, я был. Я местный житель. Стало замечательным, на самом деле. Но в целом, негде было сидеть. Фонтан-то работали, то не работали. Дерень тоже была какая-то. А сейчас это плохо. Мы делали достаточно мягкое. Тысячи кустов посадили, новые деревья. Но первыми изменения заметили не пешеходы, а автомобилисты. Калужская площадь – это пересечение двух оживленных магистралей. Самый сложный объект реконструкции находится не на площади, а под ней. Октябрьский тоннель был построен в 1961 году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Поток автомобилей здесь почти всегда плотный. Тоннель соединяет Садовое кольцо, улицу Большая и Киманка и Ленинский проспект. Именно поэтому движение не останавливали ни на минуту. Количество полос в каждую сторону просто сократили с трех до двух. Сейчас вернули прежнюю схему движения. Реконструкция длилась два года. Заменили балки, переложили коммуникации. Появилась современная, а главное – надежная гидроизоляция. С потолка больше ничего не капает, камни не отлетают. Комфорт и безопасность автомобилистов обеспечат новый материал – фронтон. Им облицованы стены тоннеля. С солнечного дня, вот с такого, заезжая в тоннель, темно. Вот именно в эту секунду бывают аварии. Этот же тоннель, он позволяет сгладить вот этот вот въезд. Следовательно, автомобилист, заезжая в тоннель, с перепугу, он не оттормаживается. Он идет ровным потоком. Водители уже оценили и дорожное покрытие. Рабочие уложили 500 метров асфальта и нанесли разметку. Реконструкция тоннеля – часть городской программы по развитию транспортной системы. Идет масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы реконструировано 8 объектов. В этом году находятся в работе еще 4. Сегодня закончен тоннель под Калужской площадью, так называемый Октябрьский тоннель. Были проведены большие работы по замене конструкции, освещению, замене инженерных коммуникаций. Отремонтированный тоннель прослужит еще полвека, а Калужская площадь, как и прежде, будет комфортным местом для отдыха москвичей. Матвей Шостаков, Руслан Прохоров, Илья Ушаков, Андрей Булычев, ТВ-центр, Москва.